МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас свята служба информации телераду компании Гомель, студии Маргарита Швукова. Добрый день. Выники социально-экономичного развития Гомельской области в минулом году и задачи на этот год обмерковали сегодня на посажении Аблвыконкама. Кроме того, были разлежены пытания организации информационной работы в прационных коллективах и с насильством по месту жихарства. Под обязанностью Марины Северяновой. 2015 год стал складанным не только для экономики Гомельщины, но и всей Украины. Поширать рынки сбыту товаров, снижать себе кошт вырабляемой продукции, створать новые рабочие места, помогшимости отмавляться от притягнения замежных кредитных сроков, а также повышать эффективность работы предприемству и при необходимости модернизовать их с притягнением промых замежных инвестиций. Такие шляхи умоцывания экономики региона огучены на посажение Аблвыконкама. Что тычется экспорту, то селета тенденция минулого года по скорочении продажи товаров у Россию протягнется. Летость объем поставок туда снизился с 90 до 60%. Ослаблять залежность от соседней краины и одночасово шукать новые рынки сбыту будет экономично выгодно, бо в агане курса российского рубля адмона отбиваются на стане экономики Гомельской в области и Беларуси в целом. Пока, к сожалению, с учетом тех процессов, которые идут с российским рублем, отрицательное влияние на наш экспорт мы имеем. Поэтому самое главное – завоевание и открытие новых рынков, для того, чтобы наш экспорт и зависимость от российского рынка была снижена. Специалисты сгаджаются, гэты год будя больше тяжким, чем минулый. Праблемы могут узникнуть у кожной галине. Жорстко притрымливаться доведенных показчиков и не допускать навод минимального их отхиления. Задача складанная и потребует детального анализу працы кожного предприемства и организации. По-перше, гэта тычется необдуманного притягнення у вытворчить кредитов замежных банков. Гэта повышает себе кошт продукции, а тому негативно отбивается на ее конкурентоздольности. Вырабить и не продать у сегодняшних экономичных умовах недопущально. Тому треба сподеваться не на замежные кредиты, а шукать инвесторов. До речи, что трижется буйных инвестпроектов, то завершение реализации некоторых из их становше поуплывая на экономику не только нашей в области, але и всей Беларуси. Это и ЦКК Светлогорская, это и Доброжская фабрика Герои Труда, это и почти девять проектов на Беларусском металлургическом заводе. Сейчас будут реализовываться еще проекты на нашем нефтеперерабатывающем заводе. То есть мы надеемся и уверены, собственно говоря, что вот эти проекты, которые будут на крупных предприятиях реализованы, они дадут прибавку нам в промышленной зоне. Дарыши ситуацию изнутри, да помогают вылучшать организованное по распоряджении президента регулярное сустречу в прационных коллективах. Специалисты нагадывают, что за экономикой Беларуси стоят звычайные люди, да помогши вырешить их проблемы, разломашить незразумелые для их пытаний, вельми важно. А как бы информационная работа проводилась эффективно и досконало, великая роль у Беларуси отводится идейности сродков массовой информации. Одно из просто колоссальных вообще значений в информационном пространстве занимают, конечно, средства массовой информации. Сегодня телевидение, не будем говорить о том, что печатные издания теряют свою актуальность, но и, конечно, интернет-ресурсы, конечно, социальные сети, потому что там особенно наша молодежь не только черпает, так скажем, информацию, но и высказывает свое мнение. И опять-таки можно посмотреть, как говорят, градус накаливания наших людей. Поэтому, конечно, сегодня очень важно то, чтобы информация была донесена до каждого человека и до трудовых коллективов актуальной, честной и, конечно же, важной. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, Телера, Диокампания «Гомель». До инших тем. У Гомельской области зараз означается сезонный рост. Захворывания на острые респираторные инфекции характерны для этого периода года. Однако, по информации областного центра геиены, эпидемиологии и громадского здоровья, колькость хворых в сравнении с аналогичным периодом минулого года ниже на 18%. Больше захворылых дети, каля 70% одогульной колькости. По выниках доследования, у регионе циркулюют сперва важна не гриппозные респираторные вирусы. Региструются и одинковые выпадки гриппу А и Б, які характерны для дадзиного периода. У совезе с ростом колькости хворых на острые респираторные инфекции изменяется график работы гомельских поликлиник. С 29-го студеня по 29-го лютого прием будут вести и по выходных. У субботу с 8 до 18 годин, у неделю с 8 до 14. Выкликать у Рошана дом для дитяць у субботу можно будет до 13 годин, у неделю до 12. Для дорослого отповедно до 15 и до 12 годин. У Добрышским районе затрыманных грамадянина России, який меу при сабе зброю. За незаконное полевание машина притягнута до отказности. Дарыш инцидент зарегистровано в зоне редактивного забручевания. Почат звычайного инспектирования лесного массива у природоохонники сустрелись с человеком на снегоходе. Это было у двух километрах от державной мяжи. При проверке документов высветлилось, что мужчина – грамадянин Российской Федерации. В зоне забручевания находится без ответного дозвола. При им выявлены полевнические зброи и боеприпасы. А вот документы на их отсутнишают. Так само нема официнного дозвола на полевание ни российского, ни белорусского узора. 50-годового мужчину часово затрымали и доставили у Добрышский райотдел внутренних справ для дальнейшего разбиральництва. Максима гэта справа завершится для порушальника по збавлением воли, а так само конфискацией зброи и транспортного сродку. Данный гражданин пояснял, что заблудился, несмотря на то расстояние, где в два километра, где он был задержан. Объяснения были одни – я заблудился. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В Гомеле отбылся городский этап Республиканского профсоюзного конкурса творчества працовных коллективов «Новые имены Беларуси-2016». Его организатор – Федерация профсоюзов Беларуси. Проект расплачался в минулом году и отримал велизарный поспех. Обтым, как проходил городский этап селеднего конкурса у Гомеле, доведалась Вероника Ворошилина. Хол Гомельского городского центра культуры на час перетворился у выставок «Кермаш народных мастацких промыслов и ромёстов». Усел гэта дякуючу тому, что селед организаторы Республиканского профсоюзного конкурса «Новые имены Беларуси-2016» пропоновали новую номинацию – «Веоленшее и декоративно-прикладное мастацтво». Яна дозволила удельникам продемонстровать свои уникальные сдольности у скульптуры, живописи, соломоплятения, фотографии и многих инших творчих на прамках. На суджуры конкурсанты представили свежки, мыло, паштоки и сувениры, ручной работы, эксклюзивные головные уборы, ляльки, шкатулки, предметы интерьеру, вышитые бисером иконы и картины. На работе я работаю, а творчеством занимаюсь свободно от работы время. Я вот сделала серию кукол времена года, авторские куклы в единственном экземпляре. Потом у меня есть портреты, икон у меня много, сама вышиваю бисером. У меня есть работа, которая три года стоит, и я не могу продолжить её. А есть такие, что они быстро, легко, и это необъяснимо. Многие из удельников, как до прикладу народный аматорский хор «Спева и душа» Гомельского завода «Станошных вузлов» мают запляшима не один десяток узнагород в городских, областных и республиканских конкурсах. А тому на это творчество «Поборница» яны приехали с добрым настроем, моцным песенным арсеналом и великим жаданием увойти у спи слепших. Каждый человек, когда едет или идёт выступать, он каждый надеется на победу, как и спортсмены, так и мы, артисты. Мы тоже хотим, чтобы вот только мы и всё. У нас есть галерея дипломов, грамот, награждений всех. У нас специальный стенд на заводе, целая стена, это всё. Там более 20 уже наград у нас. У новой редакции правилопроведения республиканского профсоюзного конкурса «Новые имёны Беларуси-2016» отсутнежуять обмежаваний по взросте. При этом и концертная конкурсная программа складывалась не только из вокальных номеров. Всё лето в номинацию «Сценичное майстерство» были допущены, так само хореографичные выступления и навод гомбрыстышные постановки. До речи, что тыжица вокальных номеров, их представляли як соло-артисты, так и дуэты, три и коллективы до десяти человек, где только один удельник мог месть профессийную музыкальную адукацию. На суть журы конкурсанты представили яркие концертные номеры, які адлюстровуюсь в народной беларуске традиции, а так само розные на прамке сучасного мастацтва. Усяго у Гомеля в городском этапе республиканского профсоюзного конкурсу «Новые имены Беларуси-2016» приняли удел каля 200 человек. Аналогичные прослуховывания зараз проходят и в районах Гомельщины. Недеяны уже скончились, а у некоторых ещё только почнутся. Лепших конкурсантов напереде чекая областный финал. Победители будут определены жюри и примут участие в областном этапе конкурса, который пройдёт в марте месяце. Финал конкурса пройдёт 1 мая в Минске. Хотим попасть, конечно, наши участники очень рвутся в финал республиканского конкурса. Ну и надеемся на то, что это произойдёт. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шабукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин